Доброго дня! Аграриям России не только. Вы смотрите обзор самых важных новостей в сфере АПК. Экспорт пшеницы из России упал на 20-25%. В условиях рекордного урожая это грозит переизбытком зерна. Та же история с подсолнечником и рапсом. Что продавать в первую очередь? Об этом сегодня в выпуске. В этом сезоне аграрным журналистам приходится работать в сложных условиях. В предыдущие годы мы могли черпать информацию о состоянии рынка из оперативных данных Минсельхоза, которые публиковались ежедневно, из отчетов Центра агроаналитики, из статистики Федеральной таможенной службы, из данных по отгрузкам в портах. Сегодня эта информация исчезла из открытого доступа и нам приходится ориентироваться только на заявления экспертов рынка. Все они указывают на опасное замедление темпов вывоза зерна. По расчетам аналитического центра Русагротранса в июле-августе 2022 года экспорт пшеницы составит 5,7 миллиона тонн. Это на четверть меньше показателя за аналогичный период прошлого года. В центре отмечают, что в третьей декаде августа темпы отгрузки замедлились, так что за месяц будет вывезено на 300 тысяч тонн меньше пшеницы, чем ожидалось ранее. Союз экспортеров зерна отмечает, что темпы отгрузок уменьшились на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, если не учитывать страны Евразийского экономического союза. Сократилось и количество стран-импортеров. Если год назад у нас покупали зерно около 40 государств, то сейчас их число вдвое, если не втрое меньше. По словам Эдуарда Зернина, вывоз зерна упал в связи с невидимыми барьерами или так называемыми неформальными санкциями. Трейдерам стало сложно найти крупные судна, трудно провести банковские операции и застраховать груз. Это очень плохая новость для российских аграриев. Урожай пшеницы будет рекордным, экспортный потенциал тоже. По оценке компаний «Про зерно», в этом году России предстоит продать за рубеж 44 миллиона тонн пшеницы. Российский зерновой союз считает, что вывести придется 50 миллионов тонн. Чтобы реализовать такой потенциал, России нужно ежемесячно вывозить рекордные объемы по 4,5 миллиона тонн пшеницы, с учетом того, что навигация замедлится зимой из-за погоды. Так подсчитали ВКР. Если темпы вывоза зерна не ускорятся в сентябре-ноябре, то к концу сезона мы останемся с рекордными переходящими запасами. По оценке «Про зерно» это 19,5 миллиона тонн. Однако другие аналитики дают еще более пессимистичные прогнозы. Грубо говоря, если в прошлые годы переходящие запасы пшеницы составляли 8-9 миллионов тонн, то к 1 июля 2023 года они могут увеличиться в 2,5 раза. Это значит, что обвал цен может растянуться на 2 сезона. Но это лишь один из сценариев. Все, конечно, может сложиться по-другому. Например, если правительство отменит пошлины на зерно. Это вряд ли привлечет в российские порты иностранные панамакцы, но как минимум, даже при высоких переходящих запасах, позволит аграриям, реализовав пусть даже 75-80% урожая, выручить деньги на новую посевную. Ценовая конъюнктура на российском рынке пока складывается не в пользу агрария. Экспортные цены на пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в сентябре продолжают падать. 310-315 долларов за тонну ФОБ. Таков очередной рубеж. В Росагротрансе считают, что причиной снижения котировок стали отгрузки из украинских портов, а также рост прогнозов российского урожая, дожди в Европе и США, которые поддержат кукурузу, и повышение оценки урожая в Индии. На внутреннем рынке также продолжается снижение. Цены вы видите на экранах. «Если мировые цены уже достигли дна и постепенно начинается отскок, то внутренних мы дна еще не увидели», сказал изданию эксперт Владимир Петриченко, глава компании «Про зерно». С 31 августа плавающие пошлины на все зерновые незначительно снижаются, но облегчение рынку это не дает. Например, ставка пошлины для пшеницы была рассчитана на основе индикативной цены в 348 долларов за тонну, а сейчас на ФОБе цена, напомню, 310-315 долларов. В этой ситуации остается только радоваться за птицефабрики и свинокомплексы. Два года назад они, наверное, и представить себе не могли, что государство, ну и, конечно, благоприятная погода сделают им такой подарок. Хуже перепроизводства пшеницы может быть только перепроизводство пшеницы и подсолнечника одновременно. И к этому, к сожалению, все пока идет. Мы помним, как в прошлом году многие сельхозпроизводители заявляли, что сократят посевы подсолнечника, видимо, в отместку масложировой отрасли, которая добилась запрета на экспорт и пошлин. Тем не менее, в этом году посевные площади подсолнечника, по данным ИКАР, выросли еще на 4%, до 10 миллионов гектаров. Посевы рапса и льна также выросли более чем на треть. Глава про зерно Владимир Петриченко прогнозирует, что сбор подсолнечника в чистом весе составит рекордные 16 миллионов 800 тысяч тонн. В прошлом году, напомню, собрали 15 миллионов 656 тысяч тонн. И то около полутора миллионов тонн наши маслозаводы не успели переработать. В этом винят сельхозпроизводители, которые сдерживали продажи, особенно в первой половине сезона. Но, тем не менее, эти переходящие остатки есть и они давят на цены. Причем не только подсолнечника, но и рапса. Юг страны уже ощутил, как стремительно снижались цены на озимый рапс. Уборка ярового рапса в Центральной России только усилит этот эффект. Что же делать? Хранить или продавать? Какой культурой пожертвовать в первую очередь? Этот вопрос мы задали генеральному директору Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрию Рылько, который участвовал в нашей летней зерновой конференции. Я думаю, что все-таки, наверное, супер-высококачественную продовольственную пшеницу может иметь смысл подержать, наверное. Подсолнечник мы не видим большого смысла держать, тем более, что при потере, при хранении по подсолнечнику, пожалуй, самые большие. Поэтому, наверное, имеет смысл продать. Вообще, сейчас вообще, наверное, все имеет смысл немножко придержать, но понятно, что что-то нужно и продавать. Потому что, во-первых, придерживать невозможно все, потому что нужно денежки получить, перекредитоваться в банках. Во-вторых, если все будут придерживать, тогда кто же будет продавать, что называется. Поэтому задача тяжелая, но я думаю, что, что касается семечки, особо сильно не надо ее держать. И вообще много чего нужно было продавать позавчера, но вот, к сожалению, у многих не получилось. Поэтому жертвовать, я думаю, что лучше, наверное, семечкой. Фураж. С фуражом пока мы не видим, как бы, рынков. Вот все, что связано с продовольственной пшеницей, такого низкого уровня, низкого качества. И фуражом пока мы не видим рынков. И поэтому есть вероятность, что они вот так и будут оставаться на таких низких ценовых уровнях. И, скорее всего, это затянется очень надолго, скорее всего. Но может случиться какое-то чудо во второй половине года, и затормозит какая-нибудь Австралия. В Австралии будут большие проблемы в Юго-Восточной Азии. И тогда и наш фураж будет востребован. Но пока этого не видно. Поэтому, ну, по возможности можно держать. В этом году подольше. Но, прежде всего, высококачественную пшеницу. Мне кажется, она найдет своего покупателя в этом сезоне еще. Последнего слова не сказал, что называется. В догонку отметим, что пошлина на экспорт подсолнечного масла в сентябре снизится с почти 16 тысяч рублей до 8621 рубля. Пошлина следует за падающими ценами на подсолнечное масло. Прогнозы по урожаю масличных в мире очень хорошие. Кроме того, с мая по июль рухнуло в цене пальмовое масло. Некоторые аналитики предполагают, что в октябре пошлина на экспорт масла может стать нулевой. Ну, а что же будет с закупочными ценами? Этот вопрос наш коллега из Национального аграрного агентства задал Михаилу Мальцеву. В нынешней ситуации сложно прогнозировать точные цифры. Но в любом случае масличные останутся самыми маржинальными сельхозкультурами в растеневодстве. Ответил глава Масложирового союза. Нам хотелось бы узнать и ваше мнение на этот счет. Напишите в комментариях, какую культуру в этом году вы считаете самой маржинальной и согласны ли с Мальцевым. Опора России присоединилась к требованиям Российского зернового союза о переносе сроков запусков ГИС-зерно. Президент объединения Александр Калинин обратился к замминистру Оксане Лут с просьбой продлить тестовый период до конца 2022 года. Политик объяснил это тем, что в работе системы возникают технические сбои. Участники зернового рынка слабо готовы к работе. А в условиях сельской местности, сельхозпредприятиям, особенно малым, сложно найти специалиста, который бы смог освоить эту систему. Письмо было направлено 26 августа. Реакция Минсельхоза пока неизвестна. Напомню, что с 1 сентября эта система станет обязательной для всех. Ростат России 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 Ростат России